Порой мы забываем, что живем. Мы забываем, кто мы и откуда. Работа, дом, рутина, суета. Так как же нам забыть проблемы и заботы, и сбросить повседневность Тиаковы, осуществить все то, о чем мечтали, и вспомнить вновь, что мы живем? Оставь все то, что держит день за днем. Мы словно ветер полетим. К полям, озерам, вдаль к природе, где чувствуешь манящий дух свободы, где ветер глушит шум машин. Национальный парк Брославские озера это заповедный край Беларуси. Ее визитная карточка и бесценное богатство, которое белорусы бережно хранят. КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогие друзья, мы с вами находимся в национальном парке Брославские озера. Наш национальный парк расположен в северо-западной части Белоруссии. Мы имеем пользование охотничьей угодья общей площадью 221 тысячу гектар. Из них лесных 86, полевых 104, и водноболотных 31 тысяча. В августе месяце открывается охота на лося, на самца трофейного, на стану. Мы добываем ежегодно порядка 20 особей трофейного лося. С 1 октября мы начинаем охотиться загоном. Это лось, косуля, кабан. Добываем мы порядка 100 голов косули-сигалетка и также порядка 100 голов лося-сигалетка. Загонная охота длится до Нового года. Охота – это прежде всего возможность отключиться от повседневной, рабочей и домашней суеты, разгрузить голову от лишних переживаний, возможность спокойного, а стало быть и более глубокого переосмысления жизненных ситуаций, возможность побыть настоящим собой, проверить свои навыки тихой ходьбы, интуитивного ориентирования. Повседневная реальность, преобладающая над человеком, отступает, и с каждым шагом мы способны открыть себя вновь. Однако это не означает, что голова отключается полностью, просто начинаешь чувствовать себя частью леса, частью живой природы, настраиваешься на иной лад, абстрагируясь от того, что осталось дома. Добыча зверя в охоте не всегда имеет первостепенное значение. Во время таких прогулок, когда входишь в прекрасную и очень гармоничную среду, человеческому взору открываются такие картины, идиллию которых ты просто не в силах нарушить, просто не сможешь. Настоящие охотники поймут, о чем я. Иное дело, когда целенаправленно идешь за добычей. Вот здесь включаются и обостряются до предела все качества твоей натуры. Хитрость, наблюдательность, терпение, умение жертвовать комфортом ради успеха, настойчивость, умение ставить цель и добиваться ее, осторожность, сила и скорость реакции. И начинается большая игра. Ставки в этой игре высоки, но осознанная разумная доля риска заставляет кровь кипеть, а мозг и инстинкты работать с полной выкладкой. Сегодня мы насладились неповторимым состоянием природы, животным миром, свежим воздухом и потрясающим закатом. День прошел не зря, и не беда, что лось не добыт. Охота, в первую очередь, это не промысел, охота — это единение с природой. Субтитры создавал DimaTorzok Отдыхая на природе, не стоит забывать и о комфортном жилье. База отдыха «Древяты» расположена на берегу одноименного озера, одного из крупнейших в Республике Беларусь. Комфортно обустроенная территория окружена сосновым вором с одной и озером с другой стороны. Для размещения гостей туркомплекс располагает двумя корпусами зданий, в которых расположены 16 двухместных двухкомнатных номеров и 4 номера класса люкс. В номерах имеются все удобства. Почти все номера имеют выход на лоджии, с которых открывается чудесный вид на озеро. Единовременно комплекс способен вместить до 90 человек. Если нет желания готовить, тут же в ресторане предусмотрено трехразовое горячее питание. Для неторопливого времяпрепровождения — бильярд, настольный теннис, парная баня, сауна с мини-бассейном, лодки, катамаран. Если вы определились с времяпрепровождением, у нас можно приобрести путевки на платное любительское рыболовство и экскурсионное обслуживание. Имеется благоустроенное место для приготовления шашлыка, ухи на кострище и мангал. К услугам гостей на территории действует оздоровительный комплекс с мини-бассейном, джакузи, тренажерным залом, рестораном и баром, куда так чудесно зайти вечерком. Невероятная красота этого уникального озерного края сделает неповторимым отдых для взрослых постояльцев и семей с детьми. Мы организовываем охоты на разные виды дичи, которые водятся в Белоруссии. С августа месяца открывается охота на водоплавающую дичь. Это утка. На утку мы охотимся двумя способами. С загоном, с подхода. Охота очень энергичная, результативная. Второй способ на утку – это охота на вечерние зорки. Ведем подкормку. Утка летит кормиться вечером. Охота такая, скажем, непродолжительная, но также очень интересная и спортивная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Держите, пошла к вам! Субтитры сделал DimaTorzok Держите, пошла к вам! Было у нас 5 налетов Вот за 5 налетов мы вот то, что добыли Все прошло хорошо, вполне динамично И походили, и поездили, и поискали Сегодня прекрасная была охота Все было отлично организовано, просто великолепно Ну, как, впрочем, и обычно здесь Здесь и зверовая охота хорошо организована И вот на утку, ну, просто сами видите, результаты Говорят сами за себя Все очень комфортно, очень хорошо Утка есть, в каждом загоне брали уток Поэтому очень замечательно На берегу лесного озера Золова В окружении смешанного леса Расположена база отдыха Золова Она прекрасно подойдет для отдыха После охоты в небольшой компании На территории базы На территории базы находятся Три уютных и комфортабельных коттеджа На размещении от 2 до 11 человек На охоту приехали Или просто сбежали из города большой компании Всем будет место На территории есть беседки И места для отдыха на свежем воздухе Тут же и мангал для шашлыка И банька тут есть Да еще какая Человек на 10, не меньше С выходом на террасу С которой так чудесно погрузиться В водную гладь после парной Для желающих покупаться без бани На территории базы расположен мини-пляж Коттеджи расположены На достаточном удалении друг от друга Так что никто никому не вымешает А для ценителей старины Есть белорусская хатка С настоящей русской печью и утварью Рыбалка Рыбалка, как и многие другие хобби и увлечения Является способом единения Не только человека с природой Но и людей разных социальных классов И жизненных взглядов Сюда приезжают разные люди Новички и профи из самых разных стран Кто-то отвлекается от работы в офисе Кто-то от бесконечной суеты переговоров Кто-то просто бежит от шума мегаполиса Как только ты переступаешь границу парка Ты можешь забыть все, чем занимался до этого Для начинающих рыбаков и рыбаков-любителей На территории национального парка Брославские озера Находится 35 платных водоемов Где рыба клюет практически всегда Более того, на некоторых из этих водоемов Существует целый комплекс сопутствующих услуг Начиная с проката удочек И организации туров на рыбалку И заканчивая приготовлением пойманной рыбы Рыбу можно ловить круглый год И для каждого вида рыб есть свой сезон Как правило, большая рыба обитает далеко от берега И поймать ее на обычную удочку с берега сложно Здесь можно ловить как с берега, так и с лодки Ловить на удочку, спиннингом, а также осуществлять троллинг В водоемах национального парка водится множество рыбы Щука, окунь, лещ, платва, густера, карась Благодаря идеальной чистоте местных озер В них обитают раки Чистые и прозрачные озера Струста и Снуды Прозрачность воды которых достигает 7 метров Предоставляет уникальную возможность заняться подводной охотой В парке разрешено ловить в дневное время за час до заката и за час до рассвета На берегах и островах национального парка Расположены туристические стоянки Чаще всего сюда приезжают и останавливаются рыбаки с компанией Отдыхают и ловят рыбу Тут же готовят улов О рыбалке можно рассказывать бесконечно Но лучше всего просто приехать и попробовать Мы убеждены, что настоящая рыбалка объединяет людей со всего света И дает людям силы и удовольствие от единения с природой Этот уединенный туркомплекс окаймлен озером и лесом вдали от городской суеты База окружена смешанным лесом, а на территории растут сосна, ольха, осина Благодаря чистой и прозрачной воде здесь удобно заниматься подводной охотой База отдыха Лиошки – это прекрасное место для уединенного спокойного отдыха Разместившись здесь, вы погрузитесь в атмосферу гостеприимства и экологически чистой среды Остановиться можно в одном из 11 комфортабельных коттеджей со всеми удобствами От одноместного до 15-ти местного коттеджа с парной баней и каминным залом На территории расположены беседки с мангалами Если на отдыхе вы не хотите готовить, на территории есть столовая с трехразовым питанием Для удобства постояльцев перед каждым коттеджем имеется место для парковки автомобилей Комплекс может принять до 40 человек, а с дополнительными местами – до 45 Здесь налажен прокат инвентаря, спортинвентаря, велосипедов, лодок, катамаранов, а в зимнее время – лыж и коньков На территории базы имеются две русские бани Прямо из базы можно отправиться на организованную охоту, рыбалку или экскурсию Для постояльцев, отдыхающих с детьми, оборудованы детские площадки База отдыха Лиошки ждет гостей круглый год Охотятся у нас охотники из России, из Франции, из Германии, из Финляндии, Польши Здесь хорошие люди, они все прекрасно нам организовывают Организация профессиональная, профессиональные егери Очень хорошо знают местность, очень хорошо понимают и чувствуют в текущий момент И, соответственно, охотнику очень комфортно с ними работать Белоруссия – это классное место, где можно и нужно охотиться Потому что здесь хорошая кормовая база Очень много зверя И косули, и кабаны, и лоси, и зайцы Поэтому здесь очень много зверей И всегда есть результат, это самое главное Так что всех приглашаю, welcome Здесь найдется занятие всем по душе Кто на охоту, кто на рыбалку И на самолете экскурсию можно устроить Чтобы в полной мере насладиться красотой природы национального парка Вы можете остановиться на одной из баз отдыха Выбрать время препровождения, будь то охота или рыбалка И тут уже не важно, с семьей вы или с компанией Каждый найдет что-то свое Национальный парк Брославские озера ждет вас в гости круглый год